Здравствуйте! Это новости на канале Антона 7. Я Денис Уонос. Сегодня в выпуске. Болезненный запрет. Медицинское оборудование, которым мы привыкли пользоваться в последнее время, оно действительно качественнее, выше, чем наше отечественное. Есть ли угроза к качеству жизни россиян? Долг платежом страшен. Примерно 9% от суммы всех взятых кредитов. Сколько задолжали омичи кредиторам? Жертва красноплодная. После пересадки они просто погибнут. Переживут ли зиму эти рябины? Полковника Пономарева освободили из-под домашнего ареста. Эта новость пришла из Омского гарнизонного военного суда. Обвинение настаивало на продлении срока до 14 ноября из-за того, что полковник может оказать психологическое давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Суд не принял доводы и отказал. Напомню, начальника 242-го учебного центра ВДВ Олега Пономарева арестовали после трагедии 12 июля. В тот день в поселке Светлый обрушилась казарма. В результате под завалами оказались 42 человека. 24 из них погибли. К другим темам. Россияне просят остановить запрет импортных медицинских изделий и оборудования. Такую инициативу готовят в правительстве страны. Она касается целого ряда ограничений от тест-полосок для диабетиков до томографов. Петицию в интернете ежедневно подписывают сотни людей. Сейчас на сайте change.org под документом уже 80 тысяч автографов. Пациенты уже шутят, как бы из-за санкций не пришлось плакать и колоться нашими шприцами и вставлять пальцы в розетку вместо дефибриллятора. Евгений Нифанов выяснил, как отечественное уступает импортному на примере пациентов благотворительного центра помощи детям «Радуга». Здравствуйте, это Наталья. Наталью Карпетченко новость встревожила. В благотворительном центре «Радуга» для тяжело больных и неизлечимых детей оборудование из-за рубежа заказывают регулярно. Нас любят запрещать. Мне кажется, все, что касается детей, это нужно делать с осторожностью, с очень большой, тем более палеотивных детей. Дело в том, что медицинское оборудование, которым мы привыкли пользоваться в последнее время, оно действительно качественнее выше, чем наше отечественное. А некоторые даже не производятся в России. Вот свежий пример. Это кислородный концентратор. С его помощью кровь детей, которые не могут встать с постели и выйти на свежий воздух, насыщают кислородом. Он прибыл в Омск из Германии. Специалист центра Екатерина работает с различным оборудованием несколько лет и говорит, отечественной замены импортному иногда просто нет. В России часто производят оборудование для больниц, а нам, допустим, нужно для дома, для домашнего использования. Часто нам приходится приобретать иностранное оборудование. Ну и набор функций, конечно, у иностранного оборудования часто бывает больше. Новые запреты пугают и пациентов «Радуги». Сокращение поставок в государственные медицинские учреждения повлияет и на сроки доставки в благотворительные организации, и на стоимость. Наталья вспоминает проблему выбора зондов. Отечественные – из ПВХ или зарубежные – из силикона. В ПВХ нужно менять каждые три дня зонд. Это через нос вставляется ребенку, каждые три дня вытаскивается и вставляется. Конечно, это травматично иногда. А силиконовый зонд можно поставить на 50 дней. То есть комфорт и условия жизни ребенка намного выше и лучше. На попечении палеотивной службы благотворительного центра помощи детям «Радуга» 28 семей. Сейчас мы отправляемся в одну из них. В квартире Анны Черепановой настоящая больница. Эту процедуру мама вынуждена делать бесчисленное количество раз. У ее сыновей Арсения и Мирона поражена центральная нервная система. И глотать самостоятельно они не могут. Из-за атрофии мышц мокрота застаивается. В нашем помещении находятся более 8 единиц медицинской техники, которая вся иностранного производства. Это Америка, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Китай. Есть два аппарата бактерицидная лампа и две штуки российского производства. И, конечно, я скажу, что эти медицинские приборы абсолютно не могут конкурировать с нашими отечественными. Это, во-первых, если такие есть. Но дело в том, что просто замены им нет. У Анны высшее медицинское образование. Делать выводы о качестве медицинских изделий – ее профессиональная привычка. Бинт немецкий, компании Хартбинда, и наш. Который вот разматываешь, все, он весь валится, вот труха. И вот это все попадает, соответственно, туда, куда не надо попадать ему. Или вот этот бинт, если даже развернуть его вот так вот. То есть он какой-то весь ровный, какой-то весь нормальный. На содержание одного ребенка у семьи уходит 30 тысяч рублей в месяц. И если бы не благотворительные организации и добрые меценаты, жизнь братьев Черепановых, возможно, уже остановилась бы. И вот уже знакомый нам кислородный концентратор. Насытить ткани кислородом, да, то есть улучшить работу сердца. Ну, бывает во время судорог, то есть теряет количество необходимое кислородом, и он падает. Во второй комнате у Черепановых настоящий склад медицинских изделий. Шприцы из Китая, катетеры из Германии. Все это такое нужное. Они заказывают коробками. И на это есть веская причина. Когда вот эти санкции стали вводить, eBay запретил. То есть мы не смогли купить из вот этого портала ВОЗ в Россию. То есть там что-то у них какие-то были, поэтому мы говорим, давай закажем побольше. Потому что мало ли что. Мне просто страшно, если чего-то у меня не будет. Из-за возможного запрета в категорию риска попадают и дети, которым жить остаются месяцы, а может и дни. А потенциально любой ребенок или взрослый. Из Международной ассоциации производителей медицинских изделий нам сообщают. Доля госзакупок порой достигает 95% от общего объема продаж. И велика вероятность, что многие иностранные изделия, попавшие под ограничения, могут исчезнуть с рынка. Таким образом, российские врачи и пациенты могут лишиться доступа к современным и инновационным изделиям, широко применяемым во всем мире. В случае новых санкций в ассоциации прогнозируют снижение качества и рост цен. А значит, новый запрет может нанести очередную угрозу к качеству жизни россиян. Евгений Нифанов, Александр Филиппов, Антенна 7. Россия не будет отказываться от лекарств и медицинского оборудования зарубежного производства. Об этом заявил Владимир Путин, принимая участие в комиссии Общероссийского народного фронта, сообщает лента РУ со ссылкой на РИА Новости. По словам главы государства, к 2018 году 90% медикаментов в стране должно быть отечественного происхождения. И сейчас речи о запрете на импортные препараты и технику нет. Несколько десятков рябин стали жертвами халатности предпринимателей. Дирекция магазина по улице Заозерная решила самовольно снести зеленые насаждения напротив здания. Вместо зеленой зоны должна была появиться большая парковка. Местные жители обратились в администрацию города. Этот небольшой сквер напротив магазина – одно из самых любимых мест жителей близлежащих домов. Раньше летними вечерами они собирались здесь поболтать на лавочках в тени вот этих вот рябин. Кто-то даже разувался и ходил босиком по газону, которого сегодня нет. Снесены лавочки, а рябины под угрозой вымирания. Сквер начали уничтожать прямо на глазах изумленных жителей. Августовским утром сюда пригнали технику. Сначала рабочие принялись выкорчевывать газон. Ямы выкопали глубиной более метра. Корневую систему рябин сильно повредили. Что происходит, людям никто не объяснил. Нас же не ставят в известность, что как. Все пришли, уже все разобрано. Когда кто что объяснит? Кто нас что спрашивает? Конечно, я негативно к этому отношусь. Как вы думаете, какое наказание лучше будет? Заставить, засадить то, что они разрушили, посадить какие-то новые деревья, ту же самую рябину. Вот так. И, наверное, какой-то штраф нужно оплатить все-таки. Жители молчать не стали. Подняли шум, пожаловались в администрацию города. И, как оказалось, не зря. Выяснилось, что разрешение на проведение работ никто не выдавал. Более того, проект реконструкции уличной зоны под парковку департамент городского хозяйства передали на последнем этапе выноса деревьев. Целый год проект пролежал в столе у дирекции магазина. Ответ на вопрос, почему, обескуражил. По словам директора, рябин тут по факту и не было. Выросли, скажем, эти кусты, эти рябины выросли. За год? Они были раньше маленькие, кустики. Сейчас стали большие деревья. Но стали они большими явно не за год. Не нужно быть агрономом, чтобы понять, что возраст рябин насчитывает уже несколько десятков лет. Это подтверждают и местные жители. Теперь жизнь деревьев под угрозой. Корневая система повреждена. Эти деревья пересадке не подлежат. Это довольно взрослые уже рябины. И после пересадки они просто погибнут. Поэтому было рекомендовано застройщику сохранить данные деревья. При этом комиссия, согласовавшая парковку, взяла на заметку вопрос о возможности изменения границ данного парковочного места. Как вы видите, сейчас отсыпка гравий идет пока наполовину. Пока этот вопрос не решен окончательно. Однако, даже изменение границ парковки не дает гарантии, что эту зиму рябины переживут. По мнению специалистов, большая часть из них погибнет. Осенью деревья должны готовиться к морозам, накапливать влагу в древесине. С оголенными корнями сделать это просто невозможно. Законность действий торговой сети сейчас рассматривают в прокуратуре. Возможно, предпринимателям придется не только восстановить все, что разрушено, но и заплатить штраф. В каком объеме, пока точно не ясно. Ксения Тойчкина, Сергей Гаврилов и Александр Филиппов. Антенна 7. Продолжаем тему. Шесть соток обеспечат продовольственную безопасность страны. Об этом заявил председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. Он прилетел в Омск для подписания соглашения о сотрудничестве с временно исполняющим обязанности губернатора Виктора Назаровым. Столичный гость похвалил и областные власти за заботу о садоводах, и самих дачников за урожай. Омичи вошли в пятерку самых успешных садоводческих объединений страны. О том, как живется садоводом, узнал Евгений Неванов. В разгар дня на остановке «Каскад» заняты все лавочки. Однако эти женщины ожидают не автобус или маршрутку, а покупателей. Здесь развернулся настоящий базар. Помидоры, яблоки и облепиха – дары природы выглядят ярко и аппетитно. Ирина Александровна говорит, что садоводство – нынче главное ее увлечение. И относится она к нему с трепетом. А в том и секрет урожая. А вот в советское время выйти вот так на остановку и продать овощи, фрукты и ягоды, выращенные своим трудом, было нельзя. Иван Владимирович уже полвека обрабатывает свои шесть соток. Помнит еще, как излишки с участков в 70-х годах забирали по распоряжению партии. Прямо на дачу приедет, и мы носили ведрами и сдавали. Да, но шло там в общественные места, садики и прочее, столовые. Бум садоводства начался в стране в 80-е при противоречивых обстоятельствах. В 80-х годах прошлого столетия большевики доигрались уже до того, что был самый настоящий голод. На прилавках магазинов была только килька и один сорт хлеба. И естественно, уже в определенных больших территориях начались голодные бунты. Именно для этого большевики нашли единственную отдушину выдать 3-4 сотки каждой семье гражданам СССР. Вот это была задача спасти свою шкуру. Таким образом, люди получили, причем на неудобицу, на болото, на свалках. Олег Дорианович вспоминает, как с отцом они распахали такую свалку. И уже через три года там был чуть ли не такой вот разнообразный урожай. Председатель Союза садоводов страны прилетел сегодня в Омск отметить за успехи лучших и помочь решить проблемы, а их полная корзина. Вячеслав Дмитриевич – лидер товарищества «Юбилейный». Оно в черте города. И на дачах круглогодично живут 150 человек. У всех прописка. Дело это хорошее, говорит председатель. Только вот перерасход электроэнергии ложится на плечи остальных садоводов. А другим дачным коммуникациям уже 50 лет. Трубы все изгнили. Приходится напрягать своих садоводов дополнительными целевыми взносами. Уже четвертый год собираем эти целевые взносы. Многие садоводы недовольны, одеваться-то некуда. Никто же за нас не придет и не поможет. Однако власти приходят и помогают. Олег Валенчук сообщает о важном законопроекте. В Госдуме поддерживают садоводов. В инфраструктуру, дороги, линии, трубы федеральные и региональные власти вложат средства пополам. И Омская область станет в этом пилотном проекте одной из первых. Губернатор идет навстречу дачникам. Виктор Иванович – это человек реально горящий. Вот этим вот прекрасным делом. Он не пропустит ни одну жалобу, ни одно без внимания не оставит опрошение садовода. Все абсолютно его волнует и тревожит. А вопросов на встрече много. Виктор Назаров говорит, что правительство собирается ремонтировать дороги на даче, пускать дополнительный транспорт, причем до середины октября, и помогать продавать свою продукцию. И сам сетует, что из-за работы свои шесть соток пришлось повесить на жену. За забором картошку садил за участком. И я говорю, иди прополи, вот сиди прополи картошку, жалко же. Ну и вот я вышла, палю, и две женщины, вот, облинился, уже бабу на нее картошку, раньше сам все копал, а сейчас уже бабу на нее. Ну вот она говорит, что у меня нет за что, я не знаю, как то что. За то, что ты движешься садоводной даче, как по-другому. По последним подсчетам в области только в организованных садоводчествах 377 тысяч семей, а значит более миллиона мечей растят, колят и лелеют свой урожай на радость себе и другим. Евгений Нефанов, Артем Колесников, Антенна 7. Сейчас мы продолжим рассказывать о кредитной ситуации в Омской области. Сегодня на очереди история о долгах. Сколько должны мечи банкам и кто поможет выбраться из долговой ямы? Алла Аксенова ответит на эти вопросы. Когда мне должен кто, отлично помню я, но если должен я, не помню, хоть убей. Характер ростовщиков и должников подметил еще античный комедиограф Аристофан. Он обнажил вечную проблему, которая актуальна и в наш век, век кредитов. График просроченной задолженности россиян за два года составили специалисты Объединенного кредитного бюро. Как видно, кривая каждый месяц стремится вверх. Долги граждан растут. По данным на апрель 2015 года, амичи должны вернуть банкам миллиарды рублей. Просроченная задолженность всех физических лиц Омской области банковской системы России составляет 12,4 миллиарда рублей. Это примерно 9% от суммы всех взятых кредитов. Долги, как известно, взыскивают коллекторы. Коллектор должнику друг, считает директор агентства Антонина Безрук. Если только он работает в правовом поле. На досудебной стадии коллекторы чаще всего выступают в роли, ну не финансовых советников, это, конечно, громко сказано, но в роли таких финансовых консультантов. Потому что они подсказывают, как должнику лучше поступить, какую сумму из имеющихся у него средств он может отдать на погашение, где искать источники погашения долга и так далее и тому подобное. Если бы все работали в правовом поле, то интернет не пестрил бы сообщениями, что люди вешаются и стреляются из-за коллекторов. В июле в СМИ разошлась информация, что коллектор выбивает деньги у амички объявлением об аренде ее детей. По законодательству коллекторская деятельность она вообще должна носить строго информационный характер. То есть сборы информации, передачи информации, взыскивая денежные средства, в любом случае имеет только право службы судебных приставов, больше никто по закону. Людмила Берке – региональный руководитель компании финансовой защиты. Девиз фирмы – законные решения проблем с кредитами. К таким компаниям Антонина Безрук относится настороженно. Вот эти вот фирмы, которые предлагают избавиться от долга, мне вот интересно, они как предлагают избавиться от долга? Они могут что сделать? Они могут сказать должнику, давай мы купим твой долг. Хорошо, с дисконтом. Тогда должник избавляется от своего долга, передавая свой долг этой фирме. Но эти фирмы же не предлагают купить долг. Верно ведь, да? Поэтому это все профанация на самом деле. Это обман должников. Задача – остановить рост долга, убрать незаконно начисленные штрафы, пении, неустойки, комиссии. Вот, посмотреть, детально изучив кредитный договор, посмотреть, что законно, а что незаконно. А вот женщине на видео ни финансовая защита, ни коллекторы уже не помогут. Она хотела заплатить кредит, но не из своего кармана. За кражу денег из мультикассы в отделе полиции номер 3 по городу Омску возбудили уголовное дело. Долг платежом страшен. Алла Аксенова, Сергей Гаврилов, Артем Колесников, Антенна 7. Омский боец Владислав Попов выиграл один из самых престижных турниров в Юго-Восточной Азии – Вулинг Фанг, проходящий по версии К1, которую можно назвать модернизированным вариантом тайского бокса. На ринге Гуанчжоу в финале категории до 85 кило наш спортсмен взял верх над лучшим бойцом Китая в этом весе. Влад Попов победил единогласным решением судей. Китайская промоутерская компания предложила мячу контракт для дальнейших выступлений на крупных турнирах по К1 и Муатай. Все, что знали, рассказали. Еще больше новостей на нашем сайте и в группе ВКонтакте. До встречи! Я родился и вырос в городе Омске и хоккеем начал заниматься в третьем классе. Зимой катался на открытой коробке. И уже тогда у меня появилась мечта стать частью хоккейного клуба «Авангард». Какие бы заокеанские клубы меня не звали, для меня важнее выходить на лед арены Омск в форме нашей команды. Я патриот Омской области, я патриот нашего клуба, я выбираю губернатора. Назаров – наш надежный губернатор. 17 сентября в концертном зале филармонии звезда мировой оперной сцены Василий Ладюк в открытии сезона Омского симфонического оркестра. 200-158. Что делать, если коварный недуг отравляет жизнь? На помощь приходит физиоаппарат «Алмак-01». Только до 15 сентября «Алмак» по уникальной цене в магазинах «Медтехника», в аптеках-вортосалонах «Линия жизни» и в аптеке «ТЦ Омский». ЖСК «Комфорт» продает квартиры в строящемся пятиэтажном доме на 14-й чередовой 1. Сдача в эксплуатацию в четвертом квартале 2015 года. Однокомнатная квартира от 1 210 000 рублей. Двухкомнатная от 1 650 000 рублей. Телефонное дело продаж. 910-358-925-235. Двухкомнатная от 1 250 000 рублей.